Ребенок остался без квартиры. Восстановить права ребенка в Елабужском районе не удалось. За справедливостью одинокая мать приехала в Казань. Когда мой муж умер, я по доверенности подписывала договора о намерении соглашения. Суд был, все сделки признали недоступительными. 25 ведомств в одном месте, чтобы ни один вопрос не остался без ответа. Это одна из форм правовой помощи детям и их родителям, организованной аппаратом детского омбудсмена. Самое большое количество обращений – это жалобы в защиту или обращение в защиту жилищных прав. Второе, практически лидирующее положение – это защита права ребенка на семью, на семейные связи. Защиту прав ребенка на принципиально новый уровень вывели в 2009-м после указа президента страны о создании госоргана, работающего на независимой основе. Татарстанский омбудсмен в этом году отмечает семилетие. К полномочиям и полномочиям по правам ребенка не относятся принятия каких-либо решений по существу, вот той проблемы, с которой к нам обращаются граждане. Мы контрольная надзорная структура. Если мы выявляем какие-либо нарушения, несоответствия правам и интересам ребенка, мы обращаемся к соответствующим заключениям в адрес тех органов, компетенции которых относятся принятие решений по существу. Дети в семье, сироты, инвалиды. Для омбудсмена важно обеспечение прав для всех, на что и направлены проекты. В повестке профилактика неполгополучия детей. Ежегодно тысячи из них получают статус сироты, зачастую из-за алкоголизма родителей. Благодаря проекту «Точка трезвости» за год удалось оставить в семье 98 детей. Обратиться за помощью можно по разным каналам. Лично прийти в аппарат. Приемные дни, вторник и среда. Раз в месяц омбудсмен выезжает в районы. Можно позвонить и проконсультироваться, или оставить электронные обращения на сайте. Как у вас проблемы еще раз? Для повышения эффективности в каждом районе у детского омбудсмена появились общественные помощники в лице самих детей. Мы ведем разъяснительную и просветительскую деятельность. Рассказываем детям о том, что у них есть свои права, где они могут быть нарушены, кому они могут обратиться. Дети смогут обратиться к общественному помощнику с интересующим их вопросом и могут получить на него достоверный ответ. Одновременно адресную помощь оказывают во всех госорганах республики. На постоянной основе оказывают правовую помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. К этой работе также привлечены наши подведомственные учреждения. Получить консультацию дети также могут по всероссийскому телефону доверия, а в сложных ситуациях бесплатную помощь окажут адвокаты Минюста. У нас есть горячая линия, по которой могут обратиться независимо там вопросы детства, касается защиты детей. С ассоциацией юристов мы работаем с нашим региональным отделением. Это по выездам в отдаленные районы. Сегодня Институт защиты прав ребенка прошел все этапы становления. Главное, чтобы инструмент был эффективным в действии. Лисан Сабирова, Марат Зайдулин, Данил Филатов, ТНВ КЗ.